Итак, друзья, наша сказка начинается. И была у царя страсть, любил он на ложках играть. Но не главное это, ведь была у царя дочь. И был у принцессы один недостаток. Смеялась она постоянно. Смейся, против рот. Смейся, против рот. Ну, конечно, не так часто, как принцесса. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И не брал никто принцессу замуж. Решила она сама пойти в народ, мужа себе не снять. Хочу я замуж, замуж, замуж хочу. Будто ты не можешь взять, я все оплачу. Родит ты белая ладь. Три дня шла она лесом. И вдруг, откуда не возились, три поросенка. Я помню, не тупо нас. Но мне нет, как ты нет. А второго, среднего, звали Абрам Иосифович. И третий. Желеманс посижу. И даже, как-то неудобно говорить, был он... Видела принцесса поросят и захохотала. Но смех ее прервал рык звериный. И появился страшный и опасный серый волк. Многие растерялись, поросята. Набросилить они на волка. Калим Михайлович цепился волку в лапу. Абрам Иосифович сделал мединцевый захват волку. Ажелеманс посижу. Даже, как-то неудобно, я буду говорить. Накинулся на волка сзади. Завалили они волка на землю русскую. И били его три дня и три ночи. Жалко принцессе стало волка. Подняла она его с земли. И поцеловала. И как сказал бы, Желеманс посижу. Я мудро. И стали они жить дружно. Взялись за руки И завели новогодний хоровод. И в зиму родилась елочка. Вместе она росла. Зимой и летом стройная Селеная была. И в зиму родилась елочка. А кто слушал, молодец! Вот и слезочки конец! Браво! Спасибо!